Добрый вечер всем. В прошлый раз мы говорили о войне, которая исчезла из Танаха. И в общем это довольно удивительный факт, заслуживающий внимания по масштабу своему. Но это все равно, что если бы из современной истории, вдруг из учебников, из книг, исключили бы упоминания о Второй мировой войне. А это была, в общем, своего рода такая маленькая мировая война на Ближнем Востоке. И упоминание о ней исчезло из Танаха. Мы обсуждали в прошлый раз, как это можно объяснить, идеологическими причинами, литературными причинами, просто незнанием. Надо сказать, я только добавлю еще одну маленькую деталь, которая тоже вызывает удивление. Как раз в эпоху Ахава, между Ахавом и царями Арама, был союз. И интересно, что Танах как раз описывает войны между Арамом и арамейским царем Бен-Ададом. И хотя эти войны в значительной степени в такой форме очень легендарны и забилуют чудесами, но тем не менее, это просто такой вот очень странный момент, на который мы обращали внимание в прошлый раз. И сегодня мы поговорим о чем-то похожем, но с другой стороны, другом явлении. Как раз, когда у нас есть свидетельство о некоем военном конфликте и в Танахе, и за его пределами. Но это свидетельство очень разнится. И в Танахе все изображено одним образом, а во внешнем свидетельстве, а именно в стеле царя Муабе Мейши, все описывается совершенно иначе. И вот мы сравним эти два свидетельства и попытаемся на эту тему порассуждать. Значит, о чем идет речь? Я сейчас открою, прежде всего, файл с текстом библейским. А те, у кого есть Танахи, могут смотреть в Танахе, это вторая книга Малахим, вторая книга царей, третья глава, где описывается следующая ситуация. В чем-то параллельная, то есть очевидно, что здесь налицо мотива, когда есть мотив, это всегда сразу же вызывает некоторое сомнение в исторической достоверности, но так или иначе. Два царя отправляются воевать. Йорам, сын Ахава, и Йошафат, царь Израиля. Йошафат, царь Иудей, причем начало этой войны таково, такое же, как и начало войны в 22 главе 1 книги Малахим, когда царь Израиля предлагает царю Иудею присоединиться к нему, и тот с готовностью принимает это предложение. Здесь та же самая ситуация описывается. Надо отметить, что между царями Иудеи и царем Израиля в эту пору есть родственные отношения, поскольку сын Йошафата, Йорам, женат на дочке Ахава Аталия, о которой речь впереди. Это некий дипломатический брак, который, по мнению некоторых исследователей, делает Иудею в достаточной степени зависимой от царства Израиля. И в Танахе это изображено, тем не менее, абсолютно паритетно и даже в каком-то смысле перевернуто. Царь Израиля, Йорам, обращается с просьбой царю Иудею Иошафату с тем, чтобы тот присоединился к нему. Сам Йорам описывается очень стандартно, так же точно, по сути дела, как и другие умриды, что он творил зло в глазах Господа. Но при этом любопытная такая деталь, которая, возможно, в чем-то вызвана вот этим рассказом. Что он, тем не менее, вел себя не так плохо, как его отец. Не так плохо, как его отец. Либо он уничтожил статую Бала, которую сделал его отец. То есть, как бы, Йорам, царь Израиля, изображается здесь в несколько таком более смягченном виде. И, возможно, автор хочет сказать, что союз между Йошафатом и Йорамом, он в чем-то более простителен, чем союз между Йошафатом и Ахавом в прошлом. И там во время той войны войско Израиля потерпело поражение. Что будет здесь, мы сейчас увидим. Значит, сообщается нам также о том, что в Муаве Миша, царь Муава, который был владельцем стад и должен был выплачивать вассальную дань царю Израиля, поскольку Муав в ту пору находился в зависимости от Израиля, но после смерти Ахава взбунтовался и перестал эту дань выплачивать. Поэтому, собственно говоря, царь Израиля Йорам, сына Хава, устраивает карательный поход на Муав, устраивая при этом полную мобилизацию, всеобщую мобилизацию, как тут сказано, «Ваевкод этколь Исраэль». Он призвал под ружье весь Израиль. Как я уже и сказал, он предлагает царю Иудею Шафату участвовать в войне. Тот с готовностью принимает это предложение. И дальше один из них говорит, как мы пойдем на Муав, тот ответ такой – через пустыню Эдомскую. Казалось бы, странный способ идти на Муав таким кружным путем, потому что пустыня Эдомская – это на юге. На юге, на восточном берегу Иордана, а, казалось бы, можно просто пересечь Иордан со стороны Самарии или чуть севернее и таким образом попасть в Муав. Но, видимо, с точки зрения военной, стратегической подразумевается некоторая попытка подойти сзади и застать врага врасплох. Тем более, что, как мы увидим сейчас, через Эдом не так трудно пройти, потому что, подобно тому, как Муав находится в вассальной зависимости от Израиля, также точно Эдом находится в вассальной зависимости от Иудеи. Как тут сказано в 9 стихе, стих Тетый – пошел царь Израиля и царь Иудей и царь Эдома. Надо сказать, что это, судя по всему, некий анахронизм, который тоже показывает, что автор текста, возможно, не до конца знаком с реалиями того времени. Мы знаем, что Эдом в то время царей не имел. Цари у Эдома позднее появляются после уже смерти Иошафата в дни его сына Иорама. В конце первой части книги Млахим, это сказано прямым текстом, в то время не было царя у Эдома, а были только наместники. Эдомские наместники на местах, значит, Эдомский наместник, правивший от имени Иудеи. И вот они идут, все эти трое, со своими войсками в течение недели, и у них нет воды, ни у них самих, ни у скота, который идет вместе с ними. И тогда царь Израиля говорит, впадает в панику, то есть Иорам, царь Израиля, впадает в панику и говорит, видимо, Всевышний хочет отдать нас в руки Муава. Иошафат, точно так же, как в истории с Ахавом, задает вопрос, нет ли пророка Господнего, через которого можно обратиться к Богу. Там, если вы помните, в истории с Ахавом, я упоминал это, там было множество придворных пророков, которые предвещали Ахау победу, но Иошафат тогда усомнился, поскольку уж больно единогласное было голосование пророческое, спросил, нет ли еще какого-то пророка, и тогда появляется на сцене пророк Михайху бен Эмла, который в результате пророчествует Худое. Так и здесь Иошафат спрашивает, нет ли Господнего пророка. И один из рабов царя Израиля отвечает, здесь Илиша, сын Шафата, который прислуживал Ильял. Мы упоминали в прошлый раз, что во все эти истории, связанные с домом Умридов, вплетены две нити. С одной стороны, это какие-то полухронистические, полулегендарные военные рассказы, а с другой стороны, это рассказы о пророках. О каких пророках? Главным образом, о двоих, Ильяу и Илиша. И у пророка Илиши есть еще круг учеников, есть целый ряд рассказов о нем. Как он оказался здесь, в Идомской пустыне, не очень понятно. Судя по всему, автор вставляет его, потому что он хочет ввести сюда некую значимую фигуру, которая сейчас скажет нечто чрезвычайно важное для автора. Иоашафат обращается к пророку Ильяше и просит пророчества. И Ильяша отвечает царю Израиля, Иораму, что между мной и тобой, и иди к пророкам отца твоего и пророкам матери твоей. Как бы более-менее те пророки, которых в свое время на горе Кармель уничтожал Илья, а пророки-язычники, пророки Баала и Аширы. И сказал царь Израиля, нет, ибо мы сейчас в безвыходном положении, Господь, похоже, отдает нас в руки Муава. И Ильяша отвечает таким программным заявлением от имени Бога. Если бы, говорит он, не Иоашафат, царь Иудеи, которого я уважаю, я бы и смотреть на тебя не стал. Это такое программное заявление, которое показывает, что, опять же, с точки зрения нашего рассказчика, что пророки, даже северные пророки, подобные Ильяу и Ильяше, очень хорошо различали между праведными царями Иудеи и грешными царями Израиля. И, как бы, вследствие этого развлечения, они высказывали глубокий пиетет перед праведным царем Иудеи. При том, что, как бы, по идее, с точки зрения исторической, пророки, действовавшие на Северном царстве, едва ли могли каким-то образом контактировать реально с царями Иудеи. Любопытно, что автор книги Деврия и Мим, замечание в скобках, пошел еще дальше. Он, как мы уже отмечали, не рассказывает историю царя Израиля. Соответственно, не рассказывает и вот эту историю, которую мы сейчас читаем. Но при этом он живет в эпоху, когда такая фигура, как пророк Ильяу, становится фигура знаковая, символическая, без которой вообще невозможно обойтись. И поэтому он должен как-то ввести его в повествование. Как же это сделать, если Ильяу не встречается с царями Иудеи? И для этого есть почта. Пророк Ильяу посылает письмо одному из царей Иудеи с укором в том, что тот неправильно себя ведет. Но до этого мы еще дойдем. Иными словами, пророк Ильяша в нашем рассказе готов обратиться к Богу только вследствие того, что здесь находится царь Иудеи Иошефа. При этом тут такая тоже любопытная деталь, которая свидетельствует о связи пророчества и музыки в сознании древних авторов. Чтобы начать пророчествовать, необходимо слышать музыку. Говорит Ильяша, возьмите мне того, кто будет играть, видимо, играть на арфе, и тогда рука Господня окажется на мне, и я смогу пророчествовать. Связь музыки с пророчеством еще в нескольких местах появляется в Танахе. И дальше он произносит это пророчество, что вот это русло, высохшее русло, по которому вы идете, сейчас наполнится водой. Вдруг в нем появятся ямы, эти ямы наполнятся водой, и они наполнятся не из-за того, что пойдет дождь, дождя не будет, а просто произойдет некое чудо, река наполнится водой, русло наполнится водой, и вы сможете пить и напоить свой скот. Но и это, малость в глазах Господа, он отдаст Муава в ваши руки. Опять же, почему он отдаст Муава в ваши руки? Потому что здесь присутствует ее шафар. То есть, как бы иначе, с точки зрения автора, победа была бы совершенно неоправданной. Вы, говорит он, разобьете, разрушите все крепости в Муаве, вырубите все деревья и забьете все источники воды и испортите, как бы забросаете поля камнями. И вот после этого пророчества утром действительно с утра и до полудня все наполняется водой. И, как в хорошем фильме, меняется внезапно кадр, и мы переносимся из лагеря Иудеи, Израиля и Идома в лагерь Муава. И нам рассказывают, что в Муаве услышали о походе против них и тоже устроили всеобщую мобилизацию. И готовы встретить захватчиков. Вот они встают утром, солнце восходит над водой, и Муав видит красную воду, как кровь. Такие довольно яркие образы здесь. Солнечные лучи красят воду в красный цвет, хотя это, в общем, восход, а не заход. И они понимают это по-своему. Они говорят, значит, это кровь этих царей, которые пошли против нас, они погибли. Наверное, они побили друг друга, поссорились, побили друг друга, а теперь мы можем захватывать трофей. И приходят они к лагерю Израиля. Израиль поднимается и начинается битва, в результате которой они бьют Муавы, те бегут от них. И в точности, в соответствии с пророчеством, они разрушают города, забрасывают землю камнями, заполняют ими все источники воды, вырубают все деревья. Только столица остается пока невзятой, которая называется Кирхаресет или Кирхэрес, город на юге Муавы, который в ту пору был действительно столицей. И они окружают его, и начинается осада. Дальше такие удивительные события описываются в последних стихах. И увидел царь Муава, что положение складывается не в его пользу. И он берет с собой 700 воинов с тем, чтобы пробиться к царю и дома. Видимо, считая это наиболее легким способом как-то переломить войну. Царь и дома, менее сильный. Но и тут его ждет фиаско. Он не может пробиться к царю и дома. Дальше говорится, он взял сына своего первенца, который должен цариться вместо него, и принес его в жертву на стене. И был великий гнев на Израиль, и отступили оттуда и от него, и вернулись в свою землю. Так заканчивается этот рассказ. Последние стихи крайне странные. Здесь описывается жертвоприношение сына первенца, которое, видимо, имеет свою целью умилостивить Бога. Собственно, мы знаем о такого рода практике, хотя она, эта практика, подвергается сомнению среди исследователей вплоть до сегодняшнего дня, имела ли место в древнем ханаане такая практика, как человеческие жертвоприношения. Судя по всему, такого рода практика имела место, но тоже в очень ограниченном масштабе, в Финикии, а точнее даже не в самой Финикии, не в Метрополии, а в эпоху гораздо более позднюю, в эпоху римскую, в Карфагене, на севере Африки. Есть тому свидетельство, имели ли место человеческие жертвоприношения в ханаане – это вопрос дискутируемый. Танах утверждает не раз и не два, что да, и что этим грешили не только язычники ханаанеи или те же муавитяне, но и цари иудеи Израиля. Значит, по крайней мере, есть обвинения такого рода в адрес царей иудеи, например, в пророчествах Ирмияу, а еще до того намек на такого рода практику имел место в упомянутой книге пророка Мехи. Значит, античные авторы, в частности, Филон Библский и некоторые другие, рассказывают о такого рода практике, повторяю, имевшей место в книге, а кроме того, как бы связывают это с некими древними мифами, где такого рода практика имела место среди богов. Значит, в Танахе есть три истории такого рода. Мы их хорошо знаем. Одна история – это про жертвоприношение Ицхака, несостоявшееся жертвоприношение. Вторая история – это жертвоприношение дочери судей Ифтаха, состоявшееся. И третья история – это история про царя Муава. И все бы ничего в случае с царем Муава, в конце концов, язычник, что с него возьмешь. Но проблема в том, что реакция на его действия весьма странная. Ощущение такое, что это подействовало. Был гнев великий на Израиль после того, что он приносит в жертву первую. Теперь надо, я сразу же оговорюсь и скажу, что между классическими комментаторами есть спор, о чем первенце идет речь. Некоторые комментаторы, например, такой как раби Давид Кимхи, Адак, и другие, полагают, что речь идет не о сыне царя Муава, а о сыне царя Идома, тем самым, как бы, снимая некоторую остроту ситуации. Действительно, из самого текста, так как он написан, из юридского текста, можно так его прочесть, можно такой вывод сделать, потому что тут написано, я снова зачитываю стихи 26 и 27, буквально их перевод. Вот и увидел царь Муава, что война сильнее его, и взял 700 воинов пробиться к царю Идома, и не смогли они, и взял его сына первенца, который должен править после него. Так вот, с точки зрения некоторых комментаторов, речь идет о сыне первенца Идома, которого царь Муава сумел пленить. И тогда дальше рассказывается такая реалистичная вполне история. А именно, причем это, как бы, это объяснение, оно повторялось уже и после Радака, вплоть до относительно современного времени. Мальбин, например, так тоже комментирует эту историю, что после того, что этот сын был принесен в жертву, царь Идома, или, если угодно, наместник Идома, очень, как бы, затаил злобу против царя Израиля за то, что тот не помог вырвать из руки царя Муава его сына. Из-за этого все разладилось в стане осаждающих, и они вынуждены были отойти. Такое реалистическое объяснение. Однако, однако, наряду с этим реалистическим объяснением существует объяснение, ну, как сказать, более мистическое и, или, если угодно, магическое, менее иррациональное. И этого, этой линии придерживается, например, например, Рабиш-Лумо-Ицхаки, Раши, который говорит, рассказывает следующую историю. Это Медраш, он, что бы, Медраш из литературы мудрецов. Согласно этому Медрашу спрашивает Мейша царь Муава, своих рабов, что отличает этот народ, почему ради них производятся такие чудеса, имеется в виду народ Израиля. И они ему сказали, их праотец Авраам, у него был единственный сын, имеется в виду Ицха, и Бог сказал ему, принеси его в жертву ради меня, и тот был готов это сделать. И тогда царь Муава говорит им, тогда, в таком случае, у меня есть сын первенец, я принесу его в жертву своему Богу. И здесь же Раши пишет дополнительный Медраш, он принес его в жертву на стене, причем слово стена, хома, пишется без буквы ВАВ, и поэтому может быть прочтено, как хома солнца, и он говорит, что он поклонялся, он был солнцепоклонником. А что касается гнева на Израиль, то тогда, в этой ситуации, в этом прочтении, это из-за того, что то, что сделал Мейша царь Муава, как бы напомнило Богу Израиля о грехах самого Израиля, которые тоже служат чужим богам, умриды, и поэтому недостойны чуда. Это то, что пишет Раши. Теперь я еще приведу слова мудрецов, которые спорят на тему о том, кому в самом деле Мейша царь Муава принес своего сына в жертву. В Талмуде, в трактате Сангедрин, в Бавилонском Талмуде, в трактате Сангедрин, на тридцать девятом листе приводится спор двух знаменитых Мураев, Рава и Шмуэля, и один говорит, он принес жертву богу Израиля, а другой говорит, он принес жертву своего сына, своему богу. А что за свой бог? С ним мы скоро познакомимся, но зовут его Кмош, этого бога, значит, национальный бог Муава. И дальше Талмуд рассуждает. Тот, кто говорит, что Мейша принес своего сына в жертву богу Израиля, исходя из того, что ему рассказали эту историю про Авраама, и вот он хочет идти по его следам. Тогда понятно, что был гневный Израиль, потому что, хотя этого напрямую Талмуд не говорит, но фактически следует из этого, что это сработало. А поскольку он принес жертву своего сына-пермица, это сработало и защитило его от нападения от осады Израиля. Сейчас мы еще с этим соотнесемся. А тот, продолжает Талмуд, то говорит, что он принес жертву своему богу. Тогда что значит был гнев на Израиль? А это, говорит Талмуд, в соответствии с мнением такого мудреца, который жил в переходный период между эпохой Мишны и эпохой Талмуда, раб Йошуа бен Леви, который говорит так, что заповедано Израилю, не поступать так, как поступали народы, которые вокруг вас, с одной стороны, как бы говорится, цитируются два стиха разных. Значит, один стих из книги Ихискеля, собственно говоря, и другой стих из книги Ихискеля из двух разных мест. Согласно одному стиху, Израиль обвиняется в том, что он поступал, ходил путями народов окружающих, а согласно другому стиху, не ходил путями народов, которые его окружали. И это раб Йошуа бен Леви объясняет это так. «Вы не делали, вы не делали, не поступали так, как поступали наиболее приличные из этих народов. И вы поступали так, как поступали наиболее испорченные из этих народов. И это, собственно говоря, объясняет с точки зрения раб Йошуа бен Леви то, что здесь произошло». Теперь, если мы посмотрим, как бы подытоживая это маленькое рассуждение на сам по себе маленький рассказ о царе Муава, то это, в общем, обоюдоострый нож. Как бы мы не поступили, если оставить в стороне вот это рациональное объяснение, что речь идет о сыне царя Идома, если речь идет о сыне царя Муава, как ни посмотри, все плохо. Если в самом деле царь Муава принес жертву своего сына, и это умилостивило Бога Израиля, и из-за этого на Израиль был гнев, получается, что Бог Израиля в этом тексте, в отличие от большинства текстов, которые утверждают, что он ненавидит человеческие жертвоприношения, отвергает, и здесь это человеческое жертвоприношение принимает. А если Миша приносит жертву своего сына своему Богу к Мошу, то тогда получается, что Бог Муава, будучи умилостивенным этим жертвоприношением, оказался сильнее Бога царя Израиля. Во всяком случае, это привело к тому, что осада была снята. Это один из тех рассказов в Танахе, которые, как бы, их не так много, но они есть, которые, как бы, носят такой подрывной характер, содержат в себе какие-то остатки древних представлений, в целом отвергаемых, но, тем не менее, иногда, как такая вот застывшая лава или потухший вулкан, который вдруг просыпается, и это выходит наружу. Таков рассказ, например, о сыновьях божьих и дочерях человеческих в шестой главе книги Боришей. И вот такой вот этот рассказ, то есть рассказ, который намекает, возможно, что туман, который вокруг этого рассказа здесь разведен, он как раз сделан сознательно, чтобы не проговаривать вещи четко, не называть их своими именами. Но из этого рассказа, в общем, возникает ощущение, что человеческие жертвоприношения, принесения в жертву своих детей ради национальной цели, что это срабатывает. Это вполне может сработать. Можно вспомнить, естественно, в этой связи и историю с Агамемноном и его дочерью Эфигений перед поездкой в Трою. То есть, как бы, такого рода представления были некоторым общим культурным наследием все уйкумены, с которым впоследствии Танах пытается как-то бороться. Во всяком случае, война оканчивается как-то неясным образом. В принципе, автор этого текста мог бы вообще опустить эту концовку и не рассказывать. Закончить победными регалиями 25 стихом. Пророчество исполнилось и все хорошо. но он, тем не менее, этого не сделал. Почему? То ли потому, что не считал себя вправе вот так вот кромсать, есть традиция, рассказывающая таким образом необходимо ее вставить, то ли потому, что все-таки он хотел дать понять, что победа войска, во главе которого стоит царь Израиля Юарам, сын Ахава, не может быть полным. Ибо это все-таки царь грешный. Победа уже если есть, то частичная, никак не более того. Теперь я назвал наш сегодняшний разговор библейским Росимоном, потому что сейчас мы посмотрим с вами другую версию. Другую версию войны между Израилем и Муавом, которая приводится в знаменитой стеле Мейше, в свое время найденной еще в 1868 году на территории Иордании современной. Эта стела была в несколько подпорченном состоянии, но подправлена впоследствии. Там тоже целая история, как это все, что с ней происходило на протяжении поколений. Сейчас она находится после того, что ее реконструировали в Лувре, Париже. Надпись эта, естественно, крайне важная, потому что она является, никто не подвергает этому сомнению, аутентичной надписью того времени. Это 9 век, 9 век до новой эры, то есть сама эта надпись более древняя, чем библейский текст. Библейский текст книгам Лахим написана позднее, хотя не можем исключать, что она отражает некие традиции достаточно древние, которые уходят своими корнями в более древнее время. Даже если книга Лахим создается, редактируется, скажем, в конце 7 века, в начале 6 века до новой эры и рассказывает о событиях 9, традиции сами могут уходить достаточно древние времена. Я вам сейчас представлю текст надписи, которая на Стелле меньше. Причем в данном случае у нас есть даже перевод на русский язык в интернете, которым я и воспользовался. значит теперь давайте ее посмотрим. Надпись сделана на языке муава. Вот так она выглядит. Значит, на одном из вариантов так называемого древнего шрифта хананского поля еврейского. вот надпись есть точечки, которые разделяют слова и сам язык чрезвычайно близок к библейскому евриту. Тот, кто читает на библейском еврите, в сущности может прочесть эту надпись практически без перевода. Достаточно понятно, хотя некоторые формы в чем-то ближе к тому, что мы знаем из арамейского языка. Вот мы сейчас для скорости мы почитаем эту надпись на русском. Есть разные реконструкции некоторых кусочков этой надписи, но в целом более-менее одно и то же содержание. Итак, надпись это царская от имени самого Мэйши. Он пишет Я Мэйша сын Кмоша царь Муава. Видимо, здесь отсутствует кусочек слова, по-разному его пытались восстановить. То есть имя его отца было явно теофорным, равно как и имя Мэйша. Мэйша это тот же корень, что и Еша спасение. Видимо, у него тоже было сокращение теофорного имени. Вполне возможно, что это тоже требует какой-то добавки. Вот он, царь Муава из Дивона. Дивон известное нам место, упомянуто в Торе как город, который был отдан в наследие колену Раувена. Колено Раувена как раз находится на спорной территории, на которую претендует Муав. Вот он рассказывает, отец мой царствовал над Муавом 30 лет, и я воцарился после отца моего. Сделал я высоту, не очень удачный перевод высота, в общем святилище, хабамат, я сделал это святилище для Кмоша в неком месте, которое называется Корха, тоже место Муави. И это, как говорится здесь, святилище спасения, потому что он, то есть Кмош, спас меня от всех царей, и потому что он дал мне смотреть на всех ненавидящих меня. Тут метафоры исключительно похожие на то, что нам известно из Танаха, то есть не только язык, в смысле слов очень похож, а тот, кто читает на иврите, может смотреть вот этот левый столбец, где сказан текст в транслитерации квадратным еврейским письмом. И можно видеть, что это очень похожие слова, но помимо прочего сама эта метафора, что он дал смотреть мне на всех врагов, моих ненавидящих меня, такая метафора встречается в Танахе ни разу, ни два, то есть это как бы обозначает победу над врагами. Я вижу их падение. Дальше говорится умри правил Израиля. Тут мы приходим уже в наши края. Тот самый умри отец Ахава. Правил Израиля притеснял, более точно поработил Муав в течение многих, порабощал Муав в течение многих дней, лет, Ямин Рабин. Ибо, смотрите на объяснение, прогневался к мощ на страну свою. Как бы это очевидно, что объяснение поражения может быть только одно, гнев божества. После этого он говорит, сменил его сын его, то есть Ахав, который называется здесь по имени, но это Ахав сын умри, сменил его сын его, сказал, так же и он буду притеснять Муав. В одни мои сказал, так, дальше пропуск, не очень ясно, вот, значит, видимо, имеется в виду, что он сказал, что он будет притеснять Муав, и это произошло в мои дни, и я взглянул на его, на него и на его семью, то есть я одержал победу. Здесь не очень ясно, произошло ли это в дни самого Ахава с точки зрения Мейши, или же в дни, что более с точки зрения исторической, да и с точки зрения Танаха, вероятно, дни сына Ахава Юарама. Я взглянул на него и на дом его, и Израиль погиб. Израиль, как тут сказано, Авода Вад Алам, он погиб навеки. Авода АВАД ОЛАМ. Такую формулировку, похожую формулировку вы встречали и в надписи Мерниптаха. Значит, враги Израиля не раз утверждали его неизбежную и полную гибель, но это, конечно, как бы некоторая похвальба меньшая. Вот я смог победить Израиль, и больше тому уже не подняться. Дальше он рассказывает, как бы делает флешбек и рассказывает о том, что произошло во времена Умри. Умри захватил, говорит он, землю Мейдва, тоже вполне известное и упомянутое в Танахе место. И жил он в ней дни свои и половину дней сына своего 40 лет, но вернул ее Камош во дни Маи. Как бы династия, я напоминаю вам, что династия Умри Ахава просуществовала 40 с лишним лет. Здесь как бы это такое символическое опять же число, как и в Торе, в Танахе 40, некоторое круглое число, обозначающее поколение. Значит, и Мош вернул ее во дни Маи. Дальше он рассказывает о том, как он отстраивал разные города в Муави, которые были в свое время захвачены Израилем, а теперь он их отвоевал. Упоминается здесь и упоминается колено гадой, как тут сказано люди гада, иж гадой. Значит, сказывается о строительстве Аторот, тоже хорошо известное место, упоминаемое в Танахе, как действительно один из городов, переданных Гаду. И вот он говорит, я воевал против этого города и взял его, и убил весь народ из этого года в жертвоприношение для Кмоши и для Муава. Тут, как вы видите, тоже упоминается жертвоприношение, но только не сына Мэши, а людей города Аторот. То есть он иными словами предал этот город Херему полному уничтожению. Дальше он говорит так, вернул я оттуда жертвенник. Вот тут странное слово, по поводу которого ведутся споры. Написано далит далит ва, далит гей. Вот это слово здесь на иврите, вот оно, на маяцинском, прошу прощения, языке. И опять же существует спор, что это значит. Некоторые считают, что это действительно упоминание Давида. Еще упоминается такое странное слово «арель», которое знакомо нам и с Танахой, тоже оно очень дискутируемое и вызывает много вопросов. Мы сейчас этим заниматься не будем. Во всяком случае, не исключено, не исключено, что здесь действительно упоминается Давид, хотя и в чем-то это может быть и странным, потому что речь идет не о иудее здесь. Он вообще не упоминает иудею как участницу этой войны. Он говорит об Израиле. Поэтому есть те, кто считает, что это слово далит вав, далит хей, оно не подразумевает здесь Давида, а какое-то понятие культовое, связанное с жертвенником. Вот он протаскивает его перед лицом к Моша, то есть позор. Он поселяет в Атороте людей из своих родов и дальше он говорит, рассказывает, что Кмош обратился к нему и сказал иди возьми Нево в Израиле, то самое Нево, где последние дни своей жизни находился Муше. И вот я шел ночью, он говорит, я шел ночью, Нево, кстати, это тоже город, который был, стал частью на дело калена Рувена. Видимо, там стоял некий некое святилище на Карене Го, связанное с именем Муше. Значит, вот я, рассказываю, что он шел ночью, воевал против него от ранней зари до полудня, захватил я его, убил всех, 7000 жителей пришельцев, а также под пришельцами, кстати, Герин, то же самое слово, что и в Иврите существует, Гер, а также женщин и пришельцы, рабынь, ибо Аштар Кемош заклял я его Нево, то есть именем своего Бога. И дальше очень интересный момент. Это редкое место, где в нееврейской надписи такой древней упоминается имя Бога Израиля. Я взял оттуда сосуды, вот это, келей, келей, йод-хей-вав-хей, имя Бога Израиля, и принес их перед лицом Кмоша. И дальше он говорит, что Кмош изгнал от лица моего царя Израиля. Ну и в общем дальше тут рассказывается уже в более такой фрагментарной форме о еще городах, которые Мейша захватил, как он их отстраивал, эти города. Вот мы сейчас это все читать не будем, это слишком много здесь всего. Вот, но во всяком случае надпись обрывается на середине. вед перед нами свидетельство, внешнее свидетельство, которое, собственно говоря, о чем нам говорит, перед тем, как я предоставлю вам слово, вопросам, замечаниям. Точка совпадения. война между царем Муава Мейшей и царем Израиля, то ли Ахавом, то ли, что более вероятно, Йоравом. Причем причина этой войны такая же, как и в Танахе, попытка Муава сбросить с себя иго власти царя Израиля. С точки зрения Мейшей в его надписи, царской надписи, которая призвана прославить его самого и его бога, он полностью преуспел. А с точки зрения анахического рассказа произошло ровно противоположное. Царь Израиля вместе со своими союзниками, которые не упоминаются в надписи Мейшей, поразил Муав единственное не смог взять город. Это сильно напоминает другую историю о том, как царь Ассирия Синахириб пришел с карательным походом на Иудею после того, что царь Хискияу восстал против его власти, подверг мечам пожаром всю Иудею, но Иерусалим взять не смог. Не смог там в рассказе есть несколько объяснений, почему он не смог взять Иерусалим. И здесь в библейском рассказе столицу Муава Кир Харесет взять не смогли. Рассказывается история о жертвоприношении, которая отсутствует в надписи царь царь тоже говорит о человеческих жертвоприношениях, но не своего сына, а людей Калиногада из города Атарод. Теперь как мы можем это объяснить? То есть мы можем, конечно, ну, поди знай, может вообще речь идет о разных событиях в разное время происходивших, поэтому они не совпадают. С другой стороны, значит, как бы мы можем предположить два разных взгляда на одно и то же событие, по крайней мере, нам ничего не рассказывается о какой-либо в Танахе, о какой-либо другой войне с царем Муава Мишей. Вот так, что логично предположить, что речь идет о той же войне. Чему верить? Да, ну, вот как в Росимоне, чему верить? Какая версия более достоверная? Нет прямого ответа, потому что каждый как бы рассказывает со своей колокольни. Вполне возможно, что, при том, что надпись Мейши более древняя по времени создания, и в этом отношении может быть, ей можно было бы больше доверять, но он, но цель этой надписи прославить самого себя. В конце концов, в прошлый раз мы рассказывали о Шарманасаре, который после того, что он провел не слишком удачную войну против антиасирийской коалиции в том же IX веке, возвращается домой, так и не захватив территории, на которой он навострил лыжи свои, но при этом в надписи царской он говорит, что он одержал абсолютную колоссальную победу. И это как бы в царских надписях по всему Древнему Востоку, это известно, известное дело. Царь не будет писать о том, что он потерпел поражение, в таком случае он либо после этого погибает, либо ничего об этом не рассказывает. Так что возможно, что Мейша здесь многое преувеличивает. Панах согласен с тем, что даже после этого похода вернуть полную вассальную зависимость Муава от Израиля уже не удалось. Вот такие две версии. Я хочу передать сейчас вам слово. Вопросы, замечания по поводу взаимоотношения этих текстов. Пожалуйста. Да. Спросить. Народ, если сейчас есть вопрос, сейчас время их задать. Это, в общем, редкий случай. Смотрите, то, чтобы, скажем так, в девятом веке у нас очень мало внешнего материала, который можно было бы сравнивать с текстами Танаха. Вот, кроме этой надписи, Мейшей, есть еще, я имею в виду внешнего материала, идущего из Древнего Востока, не из Израиля. Есть еще одна надпись, которая впереди будет разговор, так называемая надпись Стельдана, которую нашли совсем недавно, в отличие от Стелы Мейшей, надписи Стельдана нашли в 90-е годы 20-го века, и там тоже есть некоторая соотнесенность с событиями, о которых рассказывает Танахи, а так в 9-м веке очень мало, в 8-м веке становится уже значительно больше, в тот момент, когда происходит ассирийская экспансия, когда Ассирия захватывает практически полностью Ближний Восток, там уже появляется очень много разных параллелей, упоминаний, в том числе царей Иудеи и Израиля, а здесь мало, это редкий случай, когда мы можем сопоставить два текста и задаться вопросом, что же, ну, как мы можем оценивать эти тексты, очевидно, что и тот, и другой ангажированы, у каждого своя идеология, каждый пытается как бы изобразить происходившее в соответствии с этой идеологией, но при этом это как бы не просто чистая пропаганда, ни на чем не основанная, а это значит, как бы вот есть некая историческое зерно и оно наполняется как мех, который наполняется вином. Значит, вот это вино у каждого свое. Есть ли у вас какие-то вопросы или замечания на эту тему? Да нет, мне кажется, вы все правильно сказали. Окей, спасибо. я не знаю, что такое в данном контексте. Можно подчеркнуть идеологию Израиля, что в чем она заключается, что если Израиль не уверен, что он действительно безгрешен, он полностью может положиться на Всевышнего, то такая вещь, как решительность врага, который готов принести в жертву своему Богу и так далее, это его пугает, поскольку он не чувствует себя уверенно, то есть он не может положиться уже на Всевышнего, что Всевышнего защитит, если враг более решителен в своей вере, то А Израиль чувствует, что он в чем-то грешен. Опять показывается, что какая-то сила, она может что-то такое дать возможность какой-то победы, какой-то успеха, но окончательная победа, она только когда народ Израиля полностью солидарен с высшими не верен. А с другой стороны, там, конечно, противоположная страна себя сваляет, это ясно дело, то есть она считает, что вот она победила Израиль, и так далее. Ну то есть да, как вы сказали, это ангажированность, в общем-то вся эта та же самая идеология, она сквозным проходит в общем-то вот таким вот текстом через Я хотела спросить, как ты думаешь, вот такое построение этих двух стихов, которые действительно можно прочесть по-разному, оно не намеренно или все-таки оно намеренно, чтобы можно было расценить по-разному происходящее там? Ну, как сказать, намеренно или ненамеренно, значит, с одной стороны, это как бы строй библейского иврита, и это не единственное место, которое можно по-разному прочитать из-за его грамматической как бы такой вот свойствия, неопределенности, то есть с одной стороны, мы можем сказать, попытка сказать, что это царь Эдома, который потерял своего сына, и вся эта рациональная такая линия, что это такая своего рода апологетика, которая позволяет избежать неудобств, теологического неудобства, порождаемого вопросом, связанным с жертвоприношением сына, первенца. И в этом смысле это как бы в чем-то может представляться как надуманное объяснение. Теперь, что касается самого текста, ну, я не могу с уверенностью утверждать, что автор текста пытался специально как бы это все покрыть некоторым туманом, чтобы не было ясно, о чем идет речь, но, с другой стороны, сама отрывочность этой истории, да, как бы нежелание впускаться в подробности, потому что петельские авторы могут впускаться в подробности и все очень четко расписывать, что кто за что получил. А здесь как бы такое действительно вот, он принес жертву, был гнев на Израиль, чей гнев, почему гнев, и они были вынуждены отступить. Остается действительно такое вот ощущение чего-то недосказанного. И действительно в таких рассказах такого вот рода, которые в чем-то являются осколками древних текстов, древних воззрений, часто есть такая вот недосказанность, неясность, ощущение такое, что хотят это, не могут полностью это замолчать, но, скажем, про Ханоха говорится в Торе, что его не стало, ибо взял его Бог. И опять же начинают возникать вопросы, а что под этим подразумевается, что взял его Бог? Действительно ли подразумевается то, что потом развелось в эпоху второго храма, связанное с его вознесениями и прочим, или это просто метафора для обозначения смерти? В общем, такое ощущение, что в таких скользких случаях текст действительно старается быть не до конца эксплицитным. Это то, что я. Да, спасибо. Маленький вопрос, может быть, в тему и не в тему. Не очень понятно, запрет человеческих жертв у нас, казалось бы, настолько фундаментальная вещь, и она как-то странным образом обыгрывается все время. Тут было Афдель, Альфа и Авдалос, различая и не приводя, но тем не менее, Авраам с цхаком. Эта вот история, напомни мне, кто там вышел навстречу, ему вышла, он сказал, что есть там победитель. Да-да-да, Эфтах слеха, да, дочка, по-моему, дочка вышла, да? Дочь вышла. Жуткие вещи совершенно, и эта тема она как-то повторяется, да, то есть как бы наверняка у вот этих окружающих народов, как, не знаю, можно себе представить символика самого высокого, вообще говоря, пожертвования самым дорогим, близким, ну, как-то вот, да, самая большая ира. С точки зрения как бы иудаизма, ну, это вообще вещь совершенно непонятная, как такое может быть. И тем не менее, вот эта вот тема, она все время повторяется. Смотри, когда ты говоришь иудаизм, надо как бы уточнить, что имеется в виду, какой иудаизм, какого периода, какого рода, да? Действительно, мы можем сказать, что вот это, что, ну, скажем, вот пророк Меха, про которого, которого я упоминал, он именно это и говорит, что вот люди хотят принести в жертву Богу самое дорогое, что у них есть, и вот они как бы спрашивают, что ему принести в жертву, и последняя, как бы вершина этого, это плод чрева, моего, за грехи мои я его приношу в жертву. Да, значит, как бы такая тропическая акция защитная, и пророк против нее выступает, да? Он говорит, что это не то, чего Бог хочет. Да, вот мы знаем, что в пророческих текстах есть категорическое отрицание человеческих... Есть в Торе, сейчас прошу прощения, я что хотел сказать здесь, что вот в Торе у нас есть жесткие осуждения этой практики. В то же самое время сам Танах утверждает, что такого рода практика имела место, осуждаемая, и это еще полдела. Еще более важно то, что действительно описывается конкретной истории, в которых отношение автора к происходящему не до конца ясно. То есть ощущение такое, что то ли автор колеблется, то ли не осуждает. Взять ту же самую историю с Эфтахом. Да, там нигде не сказано, что то, что Эфтах приносит этот свой обет, дает свой обет, что если он победит врага ОМОНа, жертву первого, кто выйдет из воротового дома, это оказывает свою его дочь, которую он приносит жертву. Нигде в самой книге не говорится, что это осуждаемый поступок. Можно пытаться как бы интерпретировать... Да, и вот это странно, вот это странно, вот это странно. Мудрецы, мудрецы, потом как бы говорят о том, что подразумевается осуждение Ифтаха, что Ифтах поступил плохо и так далее. В истории с Авраамом тоже не все ясно, как бы обсуждается очень широко. Ну, хорошо, это кончилось тем, что было отменено, но что это за странное испытание жестокое, когда отцу предлагают принести в жертву его сына. То есть, очевидно, что это отражает какие-то представления, в рамках которых да, это самое высшее служение Богу. Между прочим, эти представления донеслись аж до современных времен. Керкигор в своей знаменитой книге «Страх от лета», он как бы прославляет Авраама именно за это, за готовность к абсурдному поступку. Теперь, задолго до Керкигора такого рода абсурдные поступки прославляют и еврейские источники, ты говоришь, иудаизм. А в эпоху второго храма появляются разные произведения, в которых поступок Евтаха превозносится. Превозносится. В маковейских книгах на это намеки есть, а прямым текстом это сказано в библейских древностях или в так называемой книге Псевдофилона, где, значит, дочь Евтаха по имени Шейла говорит Евтаху, которая оплакивает ее, она ему говорит, ты не плакать, должен она радоваться, что ты приносишь жертву во имя народа. Такие вот вещи проговариваются. То есть, как бы, не было такого полного и абсолютного консенсуса, а скорее были некоторые полюса и споры на эту тему. И какие-то отзвуки этих споров находятся и в Танахе, и в более поздней традиции. Да, в конечном счете, значит, как бы мейнстрим такой, что это всячески осуждаемая практика вообще человеческие жертвоприношения, в частности, принесение в жертву детей, что это признак язычества, жестокости и всего прочего. Но не все так думали, не во все времена. И там, скажем, опять же, это не одно и то же, но все-таки, например, в Талмуде, ну, и даже до Талмуда, значит, в книге Маковейской во второй и в четвертой, где описывается история матери «Семерых сыновей», там, значит, как бы говорится, что она приносит, она, как бы, ее готовность к тому, чтобы ее дети погибли за веру сродни готовности Авраама. Значит, я делаю то, что сделал Авраам, значит, приношу жертв своих детей. То есть, это, как бы, не столь однозначно на протяжении еврейской истории, еврейской традиции. Это, как бы, своего рода такой вид мартирологии, жертв Хидуша Шем, да, в некоторых ситуациях воспринималось. Но, повторяю, значит, как бы, мейнстрим в целом это, как бы, отвергал. Можно вот такой вот интерпретацию предложить. Мне кажется, что то, что случилось с Фатахом и, в общем-то, даже и сейчас вот то, что мы обсуждали, то есть, по-моему, вот она хочет показать, что есть ли какие-нибудь, значит, или Гой, или, вот, Фатаха, он очень логично рассуждает, чья земля кому принадлежит, и почему так, и почему сяк. но если они не связаны с Всевышним, то их победа, она может состояться, но она обычно происходит каким-то уродливым вот таким вот способом, то есть, каким-то жертвоприношением или чем-то. То есть, Всевышний мог ему не послать его дочь, первой выйти из, как бы, да, высоко, да, то есть, но он именно это сделал, то есть, это какое-то, то есть, подчеркивается то, что только когда вот еврейский народ, и он с Всевышним, он может побеждать, и тогда не требуется таких вот каких-то вот уродливых мер и способов, вот как делают эти окружающие народы. Вы понимаете, вы частично правы, это так, но опять же, вот по поводу Ифтаха, скажем, и в той же книге, которую я упомянул, в библейские древности, и потом в Медрашах Мудрецов приводится такое странное высказывание, вкладываемое уста Бога. Вот он принес сейчас, он дал обед, что он принесет жертву первого, кто выйдет из его дома. А если выйдет свинья, например, или пес, так он и их принесет мне в жертву. Пусть получит за свой безответственный обед. Я заставлю его раскаяться в этом обете. Обете он принесет в результате в жертву собственную дочь. То есть тут налицо в свое время исследователь Кабалы Иуда Либис написал об этом статью, которая называлась «Ревность Бога». И вот это как бы ревность Бога. И так это тоже понимают. То есть я к чему это веду? Рационально, да, можно объяснить это таким образом, что это нечто осуждаемое и неправильное, и искребленное, искаженное, но не все так это видели. Не все так это видели, не все так это воспринимали. И иногда, значит, если такого рода изречения вкладываются в уста Бога, значит, как бы ожидается, что проблема не в том, с точки зрения этого Медраша, что Ифтах готов принести любую жертву, в том числе человеческую, а в том, что он может оскорбить величие Бога, если в жертву придется приносить какое-то нечистое животное. Да. Вот, поэтому это как бы все неоднозначно. Вот. Окей. Ну, хорошо, мы как-то в общем продвинулись, сколько, если можно продвинуться, вообще говоря, чем дальше в лес, как инвестор. Да. Да, вообще говоря. Значит, мы делаем двухнедельный перерыв, и после этого перерыва мы сначала поговорим о Иошафате, царе Израиля, в книге Девре Амим, а потом мы перейдем к историям двух заговоров, заговор или переворотов. Переворот в Израиле времен Югу и переворот в Иудее времен Аталии, и опять же надпись в Росимоновском духе, вот эта надпись из Тельдана, что она может нам сказать и на что пролить свет. Ну, хорошо. Спасибо огромное, очень сложные вопросы, но у нас будет две недели, хотя бы как бы продумать. А заодно, если возникнут какие-то дополнительные вопросы, то собирайте их. Спасибо. И любите своих детей, вот это главный призыв. Это точно, это точно. Спасибо. Спасибо большое. Всем счастливо, пока. На сайте появляются и мы будем дополнять распечатки вот этих замечательных лекций Димы-Давида Капилюльича, доктора. Спасибо. Всем счастливо, до свидания, пока. Спасибо. Спасибо.